Привет, мои дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спицы, с вами я, Тоня Февралева. Сегодня я хочу вам показать вот такую вот интересную сетку. Я вязала в две нити, чтобы она была такая толстая, объемная. Из тоненькой нити будет, конечно, более утонченно смотреться, но вот такая вот она очень красивая. Посмотрите, какие очень большие дырочки. Так выглядит изнанка. Вот такая вот красота. Присмотритесь к такому интересному, красивому, объемному. То есть, видите, какой объемный узор. Я вам покажу, как вязать этот узор в поворотном вязании и в круговом. В круговом я связала немножечко из другой пряжи. И вот он смотрится уже чуть-чуть по-другому. Но все же вот сохраняется вот эта вот объемность полосы и большие дырочки. Они вот прям большие по сравнению с обычными дырочками в узорах. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Поставьте лайк и напишите в комментариях, встречали ли вы такой узор, что вы из него вязали и как он в носке себя ведет. Нам всем будет очень интересно. Для поворотного вязания раппорт узора 4 петли плюс 2 кромочные и 4 ряда. То есть, вам нужно набрать количество петель, кратное 4, но не менее 8 петель. То есть, нам как минимум 2 раппорта нужно. То есть, вы набираете 4, 4, 4, 4, 4, набрали нужное количество петель. И в конце добавьте 2 петли для кромки. Эти петли у нас не входят в ряд. То есть, видите, вот эта вот идет по краю косичка. Это кромка, за которую мы потом будем, например, пришивать, либо от нее продолжать вязать, то есть, какое-то изделие. В любом случае, нам нужны кромочные петли. Я провязываю кромочные петли обычно одинаково. То есть, первую петлю снимаю, не провязывая. Последнюю провязываю изнаночной. И так во всех рядах. Как только набрали петли, любым способом, сразу же начинаем вязать первый ряд. Первый ряд. Кромочная петля. Дальше. 2 вместе лицевой с наклоном влево. У нас петли, 2 петли должны быть расположены правыми стенками вперед. И мы за заднюю стенку провязываем их вместе. И они у нас легли влево. Дальше делаем 2 накида. 1 накид. 2 накид. Дальше у нас 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого нам с вами нужно развернуть 2 петли правой стенкой вперед. И за переднюю стенку провязать их вместе. И они наклонились вправо. То есть, смотрите, вот эти вот у нас первые влево, а эти вправо легли. Это наш раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 накида. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот этот раппорт мы будем повторять, пока наши петли не закончатся и не останется 1 кромочная петля. Повторяем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 накида. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И снова повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 накида. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дошли до конца ряда. У нас осталась кромочная петля. Мы ее провяжем изнаночной. Второй ряд. Кромочная петля. Дальше раппорт. 2 петли изнаночные. Дальше вот этот вот накид у нас был. Мы его скидываем. Делаем накид. И провязываем изнаночную с двумя обвитиями. То есть я провязываю изнаночную, захватила петлю. И еще раз захватила петлю. И у меня получилось вот так вот 2 витка на спице. Это наш раппорт. И мы его будем повторять до конца ряда. 2 петли изнаночные. 1 петлю скинули. Сделали накид. И провяжем изнаночную с двумя обвитиями. Опять повторяю раппорт. 2 петли изнаночные. Скинули. Сделали накид. Провязали изнаночную с двумя обвитиями. Дошли до конца. Последняя петля кромочная. Третий ряд. Кромочная петля. Дальше у нас петли вне раппорта. Вот смотрите, мы провязывали изнаночную с двумя оборотами. Теперь мы должны развернуть. То есть смотрите, я вот один накид скидываю. И у меня получилась просто большая петля. Эту большую петлю я провязываю лицевой. Эта петля у нас была вне раппорта. А дальше у нас будет раппорт. Смотрите, вот этот накид мы скидывали. То есть помните, мы петлю в предыдущем ряду скидывали. Так вот, нам нужно вот этот вот накид и вот эту сброшенную петлю провязать вместе изнаночной. Я перевела нить вперед и провязываю их вместе. Накид и сброшенный накид в предыдущем ряду. Дальше у нас одна петля лицевая. Дальше нам нужно переснять две петли. При этом вторую мы разматываем. Да, у нас была с двумя оборотами изнаночная. Вернули на левую спицу. И теперь сначала провяжем лицевой вторую петлю, а потом первую. Скидываем эти две петли. Это наш раппорт, который мы будем продолжать до конца ряда. Итак, снова накид и сброшенный накид из предыдущего ряда мы провязываем вместе изнаночной. Дальше одна петля лицевая. Дальше нам нужно развернуть вторую петлю и провязать лицевой сначала вторую петлю, потом первую петлю. Еще раз повторяю раппорт. Провязываем вместе накид и сброшенный накид. Одна петля лицевая. Можете не разворачивать, то есть я вязала уже, то есть видите, вот дырочка, можно вот так вот не разворачивая петлю, сначала вторую провязать, потом первую и сбросить. Снова повторяем раппорт изнаночной, лицевая петля, можете разворачивать, если вам так спокойнее. Сначала вторую провязываем, потом первую. Итак, мы вяжем, повторяем этот раппорт и у нас с вами в конце остается 4 петли. Три петли у нас будут вне раппорта. Мы их провяжем так. Изнаночная, провязываем накид и предыдущий сброшенный накид. Одна лицевая и одна лицевая. Последняя петля кромочная. Четвертый ряд. Кромочная петля. Далее раппорт. Сначала провязываем вторую петлю изнаночной. Затем провязываем первую петлю изнаночной. Скинули обе петли, две изнаночные. Повторяем раппорт до конца ряда. Вторая петля. Первая петля. Скинули две изнаночные. Вторая петля изнаночная. Первая петля изнаночной. Скинули две изнаночные. В конце у нас остается кромочная петля. Повторяйте эти четыре ряда и получите вот такой вот красивый, интересный узор. Очень классный. Мне очень нравится. Он необычный. Из-за вот этих вот больших дырочек и объема он прям вот очень интересный и красивый. Для кругового вязания нужно набрать количество петель кратное четырем. Уже без кромочных петель. Вязать будем также четыре ряда. Как только набрали петли, сомкнули их в круг, сразу же начинаем вязать первый ряд. Первый ряд. Делаем два накида. Дальше две петли лицевой с наклоном вправо. Они у нас уже развернуты правой стенкой вперед. И мы их просто провязываем за переднюю стенку. Дальше две петли лицевой с наклоном влево. Теперь нам нужно развернуть две петли левой стенкой вперед. И за заднюю стенку мы их провяжем. Это раппорт, который мы будем повторять до конца ряда. Два накида, две лицевые вправо, две лицевые влево. Закончили первый ряд. Я ориентируюсь всегда по хвостику. То есть вот он хвостик. Это начало и конец. На круговых спицах я, конечно, вешаю маркер. Но на чулочных спицах просто он будет улетать, маркер, если я сюда повешаю. Второй ряд. Скинули один накид. Дальше делаем накид. Затем провязываем две петли лицевые. Раз, два. Далее одна лицевая петля с двумя оборотами. Повторяем раппорт. Скинули один накид. Сделали накид. Две лицевые. Одна лицевая с двумя оборотами. Скинули один накид. Сделали накид. Две лицевые. Одна лицевая с двумя оборотами. Так вяжем до конца ряда. Третий ряд. Накид и сброшенный накид из предыдущего ряда мы провязываем вместе изнаночной. Далее одна лицевая. Затем переносим первую петлю на правую спицу. И вторую разворачивая. Возвращаем петли. Далее провязываем лицевой сначала вторую петлю. Затем первую петлю скинули. Это раппорт, который мы будем повторять до конца ряда. Накид и сброшенный накид с предыдущего ряда провязываем вместе изнаночной. Одна петля лицевая. Разворачиваем лицевую с двумя оборотами. И провязываем сначала вторую петлю лицевой. Затем первую петлю лицевой. Так мы вяжем до конца ряда. Можно не разворачивать петлю, а сразу. То есть вот одна петля, вот вторая. Видите дырочка? Как вам показать? То есть вот одна петля, вот вторая петля с двумя оборотами. И я провязываю, не разворачивая вторую петлю и первую петлю. И сбрасываю. И обороты сами скидываются. Изнаночной, одна лицевая, вторая петля лицевой и первая петля лицевой. Четвертый ряд. Одна петля лицевая. Далее вяжем лицевой сначала вторую петлю, затем первую. И снова одна лицевая. Это раппорт, мы его будем повторять до конца ряда. Одна петля лицевая. Дальше провязываем вторую петлю лицевой. И первую петлю лицевой. Скинули. Одна лицевая. Одна петля лицевая. Далее вторая петля лицевой. И первая петля лицевой. Скинули. Одна лицевая. Повторяйте эти 4 ряда и получите такой вот объемный, при этом очень воздушный, такой дырявый узор по кругу. Ну что ж, я надеюсь вам этот узор понравился. Вы его себе добавите. Свяжите обязательно образец. Желательно из толстой пряжи. Из хлопка будет хорошо смотреться. Либо из шерсти, с добавлением шерсти хлопка. Посмотрите, попробуйте, пощупайте. Мне очень понравился. Вот из этой я попробовала. У меня такая эластичная очень. Она практически как резинка пряжи. То есть очень тянется хорошо. Но мне она не очень понравилась. И чуть-чуть косит эта пряжа. А вот эта вот пряжа очень классная. Вот этот вот белый образец я вязала из альпина мелиса. То есть тут у нас вискоза кашемир. Посмотрите, какая блестяшка. Очень мягкая. И образец получился просто мягчайший. Я вот, наверное, действительно свяжу себе такую безрукавку. Будет классно смотреться, конечно же, когда похудею. И сниму для вас мастер-класс. Ну что, дорогие мои вязальщицы, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то заметки, наблюдения по поводу вот этого узора. Понравился ли он вам. Делитесь в комментариях со мной чем-нибудь тоже полезным. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. Очень ценю, что вы со мной. Подпишитесь, не потеряйте меня, красотку такую. Всех нежно обняла. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok